здравствуйте и третье видео сейчас продолжаю на тему если у вас дар целительства вы целитель признаки целителя то есть это как я говорила очередной целитель youtube мне видео его предложил и я посмотрела его дату рождения разложила квадрат кифагора и у него там есть энергии духовности но это с прошлой жизни он почему-то вот все продолжает в прошлой жизни и на этом фоне строить себе вот такую карьеру зарабатывая деньги и значит так третье видео и четвертые пятые шестое показатели то есть вещи сны и честные вещи сны это никто толком их не знает как трактовать разные эти я не знаю толкователи снов они все по разному толкуют ну разве вы уже какие-то такие вещи сны имеете видите и свой толкователь уже выработали и можете где-то понимать что почему и как ну я думаю что о вещах сна рассказывать не смысла очень часто люди рассказывают свои версии поэтому сны снят совсем вы чувствуете что вам врут и обманывают ну врут и обманывают опять же чувствуют это как я говорю иначе вы обладаете чувством знания то есть знаете потому что чувствуете вот что такое чувство знания которым я часто говорю вы знаете потому что вы чувствуете что это врут что это обманывают это вот так и когда-то я подошла к сергей и раз мечу и говорю скажут объясните пожалуйста человек мне врет а мне стыдно почему так человеку я вру глаза опускаю я стараюсь на этого человека в эти минуты не смотреть что что там влезла куда-то и поэтому он так усмотрел говорит потому что у вас есть совесть и у вас есть душа поэтому вы видите чувствуете что человек вам врет вас обманывают и вам стыдно за него я говорю ну что самое странное ведь этим людям которые обманывают но им же не стыдно они врут постоянно их как говорится выводят на чистую воду они продолжают врать и это как будто вот это все нормально все ну можно отнести это куда идти к дару церительства ну чувство знания о котором я часто говорю сильная интуиция особенно у женщин но сильная интуиция это знаете такой жизненный опыт и опять же вы интуитивно уже где-то с опыта прошлого своих где-то ошибок побед и всего остального вы уже интуитивно понимаете что вот это делать не надо туда идти не стоит и уже где-то там уже даже знаете какой будет результат поэтому если человек не глупый то не обязательно что интуиция должна быть только у тех которые целители и вообще вот знаете сейчас я еще расскажу по каким критериям отбирал сергей герасимович годились люди в целители или не годились годно или негодно вот это вот на целителях какие-то такие понимание у людей что это что-то какие-то какой-то дар да не дар это это не дар это душа уже зрелые можно сказать старая это душа которая уже какого-то уровня духовности достигла вот я знаю что моя душа старая древняя и уже живет как говорится по совести не позволяет себе уже в этой жизни какие-то такие на эти гадкие подлые поступки даже вот коснемся ютуба вот многие пишут можно сказать ну годливые комментарии ну как я говорю где анализ где доводы и анализа доводов нет мне понравилось как одна женщина написала правило какое-то там тридцать седьмое нет аргументов переходим на на личность то есть ну смотришь и думаешь ответить не ответить ну протянуть руку помощи ой и иногда отвечаю иногда удаляю и даже блокирую глупых людей мы настолько молодых душ будем говорить ой поэтому люди думают что целители это вот какие-то вот они должны обязательно вот правда я ведь я говорю проверенный целитель но я живу обычной жизнью мне все это было интересно по ходу я не собиралась ни в какие целители я вот рассказывала как я попала в эти целители вот именно попала а меня просто ну взяли за горло по другому это не скажешь и просто ну в тот период просто уже мне раз сказали второе сказали третий раз что ты должна ты обязана давали телефон но я не стремилась никакое целительство ну в итоге так сложила жизнь что по я не понимаю не знаю как подобрать слово муж заставил исходя из того что там люди говорили я попала в Киев у меня была последняя надежда что ну там меня отправят точно и скажут иди что ты сюда приперлась то есть ну какой я целитель и сейчас я веду обычный образ жизни я давно уже на пенсии могла бы дурковать брать яйца и выкатывать людей но моя совесть это все не позволяет тем более у меня все эти дипломы есть все вот это могла бы себе зарабатывать деньги особенно не париться но моя совесть это не позволяет и вот я вот такие видео записываю объясняю и вы знаете как говорят если человек ты хотя бы одного-двух человеков спас своей жизни это уже очень хорошо я знаю что я спасла ни одного и не двух человек спасла многих людей объясняя и рассказывая вот я следую тому чему обучал Сергей Герасимович главное человек должен сам себя исцелить ну и вот сейчас мы скоро на выходе идем по лесу какие критерии были у Сергея Герасимовича что в первую очередь проверялись чакры открытие чакр и самое главное это анахата это сердечная чакра насколько вы сможете ну сопереживать желание помочь человеку на самом деле помочь а не заработать на нем деньги и сахасрара открытие это вот эти такие две чакры если там были какие-то проблемы у людей разговора никакого не могло быть то есть то есть у меня как раз мне авансом немножко анахата как я говорю я оличевая была немножко она там недостаточно была открыта но какая-то суммарность что сахасрара была хорошо открыта то есть что такое сахасрара чакра это угодность Богу насколько ты угодно Богу насколько ты живешь по законам Божьим ну это не имеется ввиду вот те законы Божьи а имеется ввиду просто живешь как нормальный человек стараясь не допускать каких-то подлостей и гадостей и все остальное то есть нас оценка идет сразу же чакры они зависит от того гармоничные и не гармоничные они туда-сюда как раз нижние чакры и рыжие мы думали он откуда ты выбежал мы думали что он вернулся а нижние три чакры это энергии земли и как раз у целителя они не должны сильно быть открыты потому что эти материальные блага это секс это извращенный секс это вот если манипура это самоутверждение это категоричность идти по головам поэтому как раз эти нижние чакры они должны быть умеренно открыты вот по открытию чакр определяется годен человек к целительству или нет дальше запас энергии то есть мы исходя из того какие насколько нас открыты деформированные чакры настолько мы и получаем энергии и если запас был маленький это говорит о том что человек очень много тратит энергии на астрал на ментальном уровне то есть астральный уровень эмоции отрицательные эмоции ментальный уровень это вот мысли переживания и все там остальное и метраж должен был быть 15 метров так и в релах других видео целитель он должен быть как проводник энергии но все равно энергии свои захватываются тратятся потому что идет общение с людьми все равно идет направление энергии и опять же это показатель вашей духовности как вы тратите свои энергии там измерялись именно астральный ментальный духовный душевный как говорится и вот эти уровни где эти энергии определялись тратятся больше всего поэтому целитель проверяется вот так ну и на этом мы уже подходим поэтому буду заканчивать вот и главное я сказала до свидания будьте здоровы и живите обычной нормальной жизнью до свидания до свидания до свидания